Друзья, всем привет! Привет из города Владивостока! Я нахожусь в районе Леруа Мерлен. Мне нужно попасть на полуостров Дефрис. Я поехал, хотел поехать по центральной, это через низководный мост, но там стоит ГИБДД, меня туда не пустили. Сейчас пытаюсь со стороны Вольнонадеждинска заехать, посмотрим, пусть от меня или нет туда, но в ту сторону, скажем так. Вот такие дела. Но у нас, вы все знаете, у нас начался ВЭФ, саммит ВЭФ, все дороги перекрыты. Ладно, попытаемся, попытаемся, посмотрим. Погодка у нас не солнечная, но тепло, 21 градус тепла. Обещают нам со среды какие-то дожди. Дожди и понижение температуры воздуха, друзья. До плюс, до плюс 8 всего. Посмотрим. Все, осень наступила. Я думал, лето еще продолжится до середины октября. Нет, нет, нет. В этом году вот так. Ну вот он, Надеждинский район начинается. Мне здесь нужно направо, и там проехать немного. Посмотрим сейчас, взглянем, запустят нас или нет. Ну, я думаю, здесь-то проблем не будет, потому что здесь въезд в прохладное туда, поселок новый. Здесь-то пропустят. А вот дальше мне там надо, дальше-дальше-дальше немножко. Так, подъезжаем. Поворот, она прохладная. Но мне туда не надо, мне надо прямо проехать километров так 5 и потом уже повернуть. Сейчас посмотрим, как будто это там стоит, нет. Никого не вижу. Неужто мне повезло? Ну, значит, проедем прямо. Здесь никто не останавливает. Все в порядке. Будет хорошо. Пока едем до пункта назначения, друзья, я хотел вам что сказать. В субботу ребята, которые рядом, рекламщики, попросили отвезти баннеры на остров Русский. И я немножко тут прокатился. Опа, в субботу. Там у меня остались кое-какие записи. Но ночная съемка, что на камеру, что на телефон, очень даже не очень. Так что я, что мне там получится, я вам покажу пока еду. Посмотрите, как я съездил ночью. Думаю, что съемка будет не очень, но посмотрим. Начинаю. Ну вот мы проезжаем Окатовую. Ну вон он вдалеке светится. Мостик. Но остров Русский. Сейчас надо быть аккуратным. Поаккуратнее. Это все могут выскочить. ГАИ вот. Ну вот, поехали дальше. Два раза остановили. Ну думаю, еще раза два остановят, наверное, по-любому. По-любому. Завтра саммит начинается. 10 числа и по 13. Так, час через метров. 100 будет поворот. На русский. Вот туда направо. Опа. Опа. Ну-то поворачиваем. Так, приближаемся к мосту. Наверное, перед мостом, наверное, тоже ГИБДД будет стоять. Сейчас взглянем. Пока не вижу. Пока никого нету. Ну, меня спросили, куда езжать. ДВФУ. Кампус, ДВФУ. Нет, здесь... А нет, вот стоят. Стоят, но не тормознули. Ну, наверное, по рации сообщили, наверное. Лишний раз останавливать. Такой-то, такой-то. Едет. И все. Да, ничего не видать, друзья. Днем надо ехать. Ладно, съездим как-нибудь. Ну, я был, показывал. Ночью, конечно, не тот, как говорится, обзор. Пролив Босфор-Восточный, написано. Ничего не вижу. Та же, как и вы. Ну, сейчас ночью ничего не видно, друзья. Ну, там уже кампус. Я пройду дальше, там поворот будет на океанариум. И там развернусь. И к центральным воротам подъеду. Там должны выгрузить. Ну, посмотрим, где меня там встретят. Развернулся, развернулся. Ну, не знаю, где мне парковаться, блин. Парнишка поехал на автобусе. А вот где он? Не знаю. Тут милиция стоит по всему периметру. Кампус, ДВФУ. Ну, ладно, будем сейчас думать. Итак, друзья, такие выводы. Простояли мы здесь два с половиной часа, дождались человека, который будет у нас эту рекламу принимать. Он приехал и отказался. Представляете? Отказался, отказался. Сказал, нет, такую рекламу мне не надо. Ну, сами понимаете, у каждого свое видение. Ну, за продукцию, конечно, заплатили денег, но не приняли. Не знаю, как коммерсанты будут там это все решать, но это не мои уже проблемы, но я так, можно сказать, из всего, что загрузил, выгрузил одну треть. Больше половины везло обратно пацанам на склад. Так что вот как-то так. Все, поехали. Машину около дома поставить, и сейчас придется ехать на склад. Да. Да-да-да, не получилось. Не получилось, как я хотел. Да, ночью нужно снимать профессиональной какой-то камерой. Даже смотрю на телефон, тоже такое. Не то пальто. Не то пальто. Время уже 23.38, обалдеть. Прохладненько вечером, прохладненько. Сейчас даже вон печку, можно сказать, включил. Прохладно. Градусов, наверное, 17, где-то так. Ну, я хоть и в майке сижу, но все равно чувствуется. Еще ветерок прохладный. Ладно, друзья, не буду тратить ваше драгоценное время. Давайте, полетел я, полетел. Если что, увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Ну вот, до этого поворотика мы доехали. Ну и хорошо. Хорошо. Не зря я, значит, прокатился. Не зря. Так-так-так. Никого нету? Да нет, есть. Тут грузовичок, там грузовичок. У, ты сколько там, каких-то. Только сейчас заметим. Опа. Шмидтовка. Шмидтовка, Шмидтовка. Здесь мы... Я как-то рассказывал. Не помню, в каком доме кровлю делали. Вот в этом доме вроде. Вот в этом доме, друзья. Вот этот дом хранит. А было это... У-у-у-у... 15 лет назад. Здесь нам направо. А мы тут уже приехали. Опа. Вот так. Ну, все, поехали. Отседово, 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 отседово. Тем же путем. Курсу Риж 55, Хабаров 735, Владивосток 23 километра. Понятно. Поехали. Ну, все, доехал я до тихой, друзья. По объездной я доехал. Не пускают только на мосты. Что на остров русский, что на низководный мост не пускают. Ну, и немножко, как говорится, сейчас в городе коллапс. Так, мне нужно сейчас на третью строительную заехать. И нужно в торговый центр Черемушки съездить. Ну, будем потихоньку тянуться. Сейчас везде так будет. Трудновато, трудновато. До 13-го числа. А сегодня у нас какое вообще число? 11-ое ура. Да, у нас 11-ое. Значит, 11-ое понедельник. Так, вторник до среды. Четверг уже будет все спокойно. Ну, да, но там пойдут дожди. Все хорошо. Осень, зима. Все нормально. Все как обычно. Ну, и вот мы с вами уже на Сахалинской. Поднимаемся на Сахалинскую. Потом на монтажную. А потом на третью строительную. Ямки объезжать. Вот так вот. Оп. Ну, все, друзья, я отгрузил. Отгрузил я третью строительную. Третью строительную. Так, и мне сейчас надо попасть в торговый центр Черемушки. Я вот думаю, как поехать. Так, и мы, наверное, вам поедем с вами через, 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 через... Ну, здесь налево через Никифорово. Как раз человек просил там показать ему Никифорово 4. Ну, будем проезжать. Человек увидит свой дом. Никифорово 4. Сейчас здесь повернем налево. Потом там Пасафоново. Вне спустимся. 50 лет в ЛКСМ. И там бам-бам-бам. А там посмотрим, как проехать дальше. Как будет удобнее. Как будет удобнее. И все, я там документы отдам. И все, я свободен, как птица в полете. Я здесь повернем налево. Пасафонки, там Никифорова, там еще какие-то... Я, ну, сильно не знаю этот райончик. Так. Иногда бывает туда ездим. Сейчас все-то редко-редко-редко. Вот мы повернули, повернули. Небесный замок здесь проезжаем. А Никифорово у нас вроде будет с левой стороны. Увидим мы этот дом, не увидим. Ну, посмотрим, друзья. Я тут загуглился на всякий случай. Вот он мне показывает... Ну, что ты? Он мне показывает вот с левой стороны. А нам надо с вами... Подниматься, 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 подниматься. А он с левой стороны. Дом будет где-то там с левой стороны. Тут идут ремонты. Тут идут ремонты. Немного. Опа, опа. Опа. Так, 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 проедем. Проедем, проедем. Опа. А, трубу тут выгружает, загружает. А Никифорово 4 где-то там, друзья. Где-то там. Ну, человек, если увидит, то увидит свой дом. Он знает. Ух, тут какие ямы-то. Да, тоже бедолажная тут дорога. Через 300 метров поверните налево. Пишет мне. Не пишет, а говорит мне Алиса. Ну, я говорю, где-то там, вот, с левой стороны. Где-то там. Ну, мне туда не надо. Мы здесь по Сафонке, и все, поехали. Ну, все равно, райончик все равно, людям знакомым, кто-то здесь жил. Конечно, район просто сам по себе посмотреть, это будет приятно. Так что, скажем так, наполовину я просьбу выполнил. Все, поехали. Сейчас нам проедем, посмотрим, там же этот пруд делали. Пруд, пруд, пруд делали. Зону отдыха. Сейчас посмотрим. Посмотрим, сделали как его. Вот, вот, вот. Весь здесь на город тоже хороший. О, как красиво. Как красиво. Все, мы тут, вот, мы налево плавим. Вот он, прудик. Ну, благоустраивает его красиво, конечно. Блин. Ничего не скажешь. Красиво, красиво. Вопросов нет. Будет, будет замечательно вообще. Обалденно, да. Блин, там тупик нарисованный. Ё, парасоте. Ха-ха-ха. Ничего, я тут проехал. Ага, все. Ну, всего, разворачиваемся. Блин, что ты будешь делать? И там тупик, и там тупик. Ой, ой. Ничего не поделаешь, да. Вот такие вот у нас сложные дела. Ну, да. Ладно, поехали обратно. Зато прокатились. Зато прокатились, Никифорова посмотрели. Блин, там нижняя дорога еще была. Ладно. Все уже. Все уже, проехали. Опа. Вот там где-то Никифорова 4. Вот там. Ой. Да, друзья, блин, чуть-чуть не уехал в торговый центр Черемушки. А мне надо в Самбире, в Калину Мол. Кто-то пока здесь в пробочке стоял, думаю, да, посмотрю документы. Взглянул внимательно. Оказывается, мне надо в Калину Мол. Магазин там сам берет. Документы отдать. Ну, посмотрим, примут, не примут. У них там тоже, как говорится, по времени принимают документы. Ну, съезжу хотя бы узнаю, когда принимают. А то менеджер говорит, они пока не платят, что-то. И надо им отвезти доки. А я чуть не уехал. Да-да-да. Да-да-да. Ладно, сейчас здесь на логовую развернемся и туда стартанем. И так, и туда не проехать, и обратно не проехать. И документы принимают только с 11 часов до 12. И все, друзья. Вот такие дела. Опа. Вот так вот. Ладно. Блин, а я так хотел, а я так хотел. Ладно, хотел, не хотел, не получилось. Не получилось. Опа, везде все в пробках. Японский городовой. А, тут немножко рассосалось. А то было совсем тут что-то плохо. Так, поеду я через Гайдамаг, наверное. На Баляева тоже все стоит. Так, я как всегда поменял маршрут. Поеду я через Авангард. Не хочу я. Через Гайдамаг поедем через Авангард. Наверное, через Фуникулер, через Пушкинскую. Вот так вот. Вот так вот так и вот так. Да, наверное, через Пушкинскую я проеду спокойно. Ну и все. На Фуникулер, на Некрасовскую и все, и мы дома. Это у нас Суханово. Ну и все, водно. На путепроводе. Ой-ой-ой-ой. Все лето делали. Все лето. Все лето делали путепровод. Ни хрена не сделали. Ну нет, ну что-то сделали. Что-то где-то подзакатали. Но, блин, беда бедовая. Ой. Такое себе. Да, за такую работу надо ставить два с минусом общения. Ладно. Хоть что-то делают. Бог с ним. Ну и все. Практически мы добрались. Практически приехали. Субтитрыıs诚. Продолжение следует... j